Одним из самых почтительных знаний в шариате является тавсир. Всевышний Аллах упомянул джихад, затем Аллах упомянул пост и Аллах упоминает хадж. То есть за принятый хадж Аллахом человеку полагается награда рай. Это важность хаджа, это его хукам, для кого он обязательно и какие условия есть, какие виды хаджа, как совершается хадж и как совершается умра. Хвала Аллаху субханаху ата'аля, Господу миров, мир и благословения нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алихи вассалям, и всем тем, кто последовали за ним до судного дня. Вот мы, альхамду и ла, возобновляем, вернее продолжаем наши занятия по тавсиру, а именно чтение и размышление об аятах Аллаха субханаху ата'аля, и излечение из них пользы. Хочу обратить внимание на то, что одним из самых почтительных знаний в шариате является тавсир, а именно то, когда верующий мусульманин не просто читает Коран, а читает и размышляет над его аятами. На самом деле это является важным, потому что Аллах говорит, а фаляя тадабару на Кур'ан, неужели они не размышляют над Кур'аном. И поэтому очень важно понимать то, что весь шариат, все законоположения шариата, они именно основываются на Кур'ан и на Сунна. Большая часть ахкамов, законоположений, они извлекаются из Кур'ана. И поэтому требующий знаний, ищущий знаний, он должен начинать всегда с Кур'ана. Заучивать Кур'ан, изучать арабский язык для того, чтобы понимать Кур'ан, читать тавсир для того, чтобы лучше понимать Кур'ан. И когда человек размышляет над аятами Аллаха, то после прочтения тавсира, толкования Кур'ана, для человека становится охватывание этих аятов, понимание их более глубже и более интереснее. И поэтому побуждаю каждого читать часто тавсир. Читать Кур'ан, если вы не знаете арабский язык, читайте его перевод, а также читать толкование. Сегодня, аль-хамдул-иллах, и даже толкование Коран переведены на разные языки. Лучше, конечно же, это намного лучше, если вы знаете арабский язык, и вы читаете множество тавсиров. Мы остановились на аяте, где Всевышний Аллах затрагивает тему хаджа. Всевышний Аллах упомянул джихад, затем Аллах упомянул пост, и Аллах упоминает хадж. Почему в этой последовательности Аллах упоминает эти все предписания? Эти все предписания, не что иное, как указывают на то, что это одни из величайших деяний, либо же являются символами ислама. Одним из самых важных символов ислама является хадж, паломничество к дому Аллаха Субханаху А.Т. Именно это поклонение объединяет мусульман во времени, объединяет их в местности, объединяет их в поклонении, объединяет их во многих сферах и во многих слоях. И поэтому хадж является коллективным поклонением, польза которого, помимо, то есть пользы, которую человек ощущает в этом мире, а это именно польза будущей жизни. Потому что в хадисе посланник Аллаха С.А.С. сказал Хадж, принятый хадж, у него нет иной награды, кроме как рай. То есть за принятый хадж Аллахом Субханаху А.Т. человеку полагается награда рай. В другом хадисе посланник Аллаха С.А.С. говорил тот, кто во время, будучи совершая хадж, то есть не нарушил его, не вдавался в споры, в ругань, не приближался к своей супруге, тем самым, то есть не нарушив свой хадж, то его награда, то есть его состояние, как будто бы родила его мать. То есть он, Аллах очищает его от грехов, подобно тому дню, в который родила его мать. И поэтому хадж является пятым столпом ислама. Он является одним из величайших символов ислама. Это тот вид поклонения, который мусульмане планируют его совершение еще задолго. У хаджа существуют условия. Аллах С.А.С. в Коране говорит, и посланник Аллаха С.А.С. говорит, то есть выполнение его является обязательным для тех, у кого на это есть возможность. Возможность физическая и материальная. Обратите внимание, физическая и материальная. Материальная, потому что человек нуждается выйти в путь. Провести определенный срок времени в мечети, либо же в Мекке, в Муздалифе, в Мина, на Арафате. Это все несет за собой определенные затраты. Если человек финансово собрался, то следующий этап или одним из условий также является это физическое состояние. Условий, обратите внимание, хадж является обязательным с того момента, когда вокруг человека, либо же человек смог объединить все эти условия. Это физическая возможность. Например, человек инвалид. Или он болен. У него появилась финансовая возможность. То в этот момент совершение хаджа для него не является обязательным до тех пор, пока он не выздоровеет. Единственное еще условие к женщинам это махрам. То есть у женщины должна быть физическая возможность, материальная возможность, а также наличие махрама. Если эти условия по какой-либо причине отсутствуют, то хадж, совершение его не является обязательным. То есть он в основе является обязательным, но для этого человека он не является обязательным, потому что хадж является обязательным в том случае, если эти условия соблюдены. Хадж, мы сказали, является пятым столпом ислама. Пятым. Важным столпом ислама. Это сунна, это поклонение, которое совершал Ибрахим, и мы разбирали эти аяты, когда Всевышний Аллах, повелел Ибрахиму, чтобы он призвал людей к хаджу. Ибрахим это сделал. И ахаджа, то есть Ибрахим, смотрите, обратите внимание, когда Аллах повелел ему воззвать к хаджу, он сказал, кто меня услышит. То есть, можно понять отсюда, как будто бы, то есть, в этом мало кто узнает. Но обратите внимание, Аллах, субханаху ата'аля, сегодня сделал это настолько великим символом в исламе, что ахаджа знает каждый в любой стране, в любом уголке мира. И каждый мечтает попасть туда. Но, к сожалению, в наше время многие пренебрегают этим. Люди могут собирать средства для того, чтобы купить машину. Купить дом. Когда они это делают, они покупают, потому что это необходимые, важные вещи для жизни. Дом, машина и тому подобное. Но когда у человека закрываются нужды, как бы, первостепенные, человек начинает тратить имущество на лучшую машину, на замену, на курорты, на поездки. Ты видишь, он может позволить себе отдыхать на Мальдивах, в разных странах. Но если спрощить, совершали хаджу, он говорит, у меня на это нет возможности. Это показатель того, что человек мало осведомлен, либо же мало понимает важность хаджа. если раньше мусульмане выдвигались на хадж, и это занимало у них два-три года, то сегодня у человека это занимает неделю со всеми удобствами. Единственное, всего лишь необходима возможность. И те, у кого есть возможность, они этим пренебрегают. И хадж является фардом для человека, как только у него появилась возможность. Если у него появилась возможность, и он оттягивает хаджа, то за это он получает грех. Хадж совершается для хаджа, сегодня хадж совершается в месяц Зульхиджа. И поэтому каждый мусульманин должен делать дуа, чтобы Аллах облегчил ему совершить хадж, дал ему возможность совершить хадж, а затем его совершить должным образом. Что Аллах говорит о хадже и о ахкамах, правилах, связанных с хадж. Эта тема на самом деле в главе фикха, в науке фикха, это отдельная глава именно совершения хаджа. Мы постараемся вкратце связать и объяснить, как совершается хадж, какие виды он бывает, для того, чтобы мы смогли связать эти все аяты. хаджа. Аллах فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ اَيَامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ وَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلًا ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتِقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ لِقَامٍ В этом одном аяте Аллах Субханه وتعالى собрал очень много хикамов Я сегодня всего лишь сделал небольшое вступление для того, чтобы мы понимали, что такое хадж для того, чтобы последующие аяты для нас становились ясными Аллах Субханه وتعالى говорит وَاتِمُوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ Этот отрывок аята является повелением совершения хаджа и умры ради Аллаха Аллах говорит, и совершайте хадж и умру ради Аллаха Этот аят является законодательно обязывающим совершение хаджа Ученые разногласят, единогласны, вернее, в вопросе того, что хадж является обязательным один раз в жизни Он является обязательным для каждого мусульмана Что же касается умры, умра является ли обязательным, либо нет Часть ученых сказали, что умра не является обязательным То есть малое паломничество Обязательным является большое паломничество Другая часть ученых сказала, что умра также в жизни является, совершение ее, один раз в жизни является обязательным Потому что Аллах в Коране говорит, и совершайте хадж и умру ради Аллаха И поэтому у хаджа Хадж бывает трех видов Называется таматтур Называется киран и ифрат Таматтур, когда верующий совершает умру, а затем хадж И жертвенное животное он находит там и режет его Киран Он совершает также умру и хадж вместе Единственная отличительная черта В том, что он Приносит с собой жертвенное животное А также он не выходит из состояния ихрама Была бы доска Я бы, иншаллах, постарался Вкратце нарисовать на доске Для того, чтобы была картина Он не выходит из состояния ихрама В отличие от мутамаття В отличие от того, кто делает хадж-таматтур Хадж-таматтур Человек приезжает в Мекку Совершает сперва сначала умру Совершив умру, он выходит из состояния ихрама Он сразу в этом же состоянии заходит в хадж Ифрат Либо же муфред, который совершает хадж-ифрат Он совершает только хадж Без умры И режет жертвенное животное Теперь У нас три вида хаджа В двух видах совершается умра В одном виде не совершается умра Все эти три вида Они являются сунны посланника Аллаха Какой лучше из этих трех видов хаджа? Ученые разногласия Часть из них сказали, это таматтва Часть из них сказали, это киран Почему? Потому что посланник Аллаха, когда совершал хадж Он делал именно вид киран Другие сказали, это киран Но на самом деле, Аллаху Аля Более сильное мнение в том, что какой хадж лучше из этих трех видов Это таматтва Почему посланник Аллаха, салам, делал киран Потому что он с собой принес жертвенное животное И поэтому он делал киран Как совершается хадж Либо же, как совершается умра Каждому следует понимать Прежде чем отправиться на умру Либо же отправиться на хадж Он должен знать условия совершения хаджа Первым действием, когда отправляется верующий Мусульманин Для совершения паломничества Неважно, мало или же большое Его паломничество начинается с ихрама Это называется состояние ихрама Некоторые думают, ихрам это одеть белое одеяние и все, ихрам На самом деле, белое одеяние это часть ихрама То есть, состояние ихрама означает, что человек С определенного момента С определенного времени С определенной местности Ему не дозволяется совершать то, что было позволительно ранее То есть, предположим, это у нас в Мекка Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям Сообщил, что для совершения хаджа умры И посланник Аллаху алейхи вассалям узаконил это Есть точки, которые паломник обязательно пересекает Называется Микат Для жителей Медины Одна местность Для жителей всех стран С каких они дорог заходят Для них есть Можно, иными словами, можно сказать Микат это границы Которые не имеют права Паломник пересекать Не войдя в состояние ихрама Например, жители Медины У вас какой был Микат? Зульхалейфа У нас, мы когда в среду ехали Мы через сейл-эль-Кабир заходили Для жителей Медины Микат Паломник, который прибыл в Медину Он когда достигает Миката Зульхалейфа Он входит в состояние ихрама Он одевает на себя Две ткани Части Он снимает из себя Всю пошитую одежду Он говорит Если это умра Он говорит Этими словами Когда человек сказал Это означает произнести намерение То есть Человек вошел в состояние ихрама С этого момента Ему запрещается Ихрам От слова харам То есть Ему запрещается Совершение Действий Которые в основе Ранее ему были дозволены Это подстригать ногти Подстригать волосы Использовать благовоние Приближаться Имеется ввиду Совокупляться С супругой А также охотиться Хорошо? С этого периода Для него является Это запретно Паломник Отправляется В Мекку И совершает Свои обряды Поклонения Если это умра То когда человек Паломник Совершил Пав вокруг Кабы А затем Сай То на этом умра Закончилось После этого Что он делает? Он выходит Из состояния Ихрама Каким образом? Подстригает голову Бреет ее Либо же подстригает Только как он Закончил Тавав Исаи То есть Бег между Сафа и Маруа Он побрился Он вышел Из состояния Ихрама То есть ему Теперь Стало позволительным Дозволенным Все То есть он Стал Как обычный Верующий Теперь предположим Человек Совершает Хач Виттамату Что он делает? Он когда прибывает Он совершает Умру Он выходит Из состояния Ихрама Затем На восьмой день Зульхиджа Паломник Направляется В Мина Долина Мина Откуда И начинается Его Последующие Обряды Поклонения Это сунна Посланник Аллах Ассал Восьмого числа Он Уже будучи В городе Не выходя За границы Он одевает Опять Входит в состояние Ихрама Войдя В состояние Ихрама У него Начинается Паломничество Он ночует В Мина Восьмой день Зульхиджа Утром После Фаджра Он выдвигается На Арафат Я вкратце Расскажу Хронологию Совершения Хаджа По дням И у вас Чтобы появилось Представление Восьмой день Паломник Ночует В Мина Я буду Не буду Упоминать Что из них является Сунной Что вадьевом Что рукном Я буду Просто упоминать Действие Восьмое число Паломник Совершает Вернее Пребывает В Мина Войдя В состояние Ихрама На следующий день После Фаджра Совершив Фаджр Он выдвигается На гору Арафат Арафат Является Столпом Хаджа Посланник Аллаха Саллаллаху В хадисе Сказал Аль-Хаджу Арафа Хадж Это Арафат Без Арафата Хадж Недействительный На Арафате Весь день Паломник Проводит Время На Арафате Как посланник Аллаха Совершал Он Два Раката Совершает Зухр Совершает Аср Сунна Является Слушать Проповедь День Арафата День Арафата День Арафата День Арафата Для Направляется День Арафата День Арафатат День Арафатат День Арафата День Арафатат День Арафатат День Арафатат И еще что делать Совокупление Он еще в состоянии Хрома Затем Оставшиеся дни Одиннадцатый день Двенадцатый день Человек Он Побрасывает Камушки В столбы В первый день В десятый день Он бросает Один столб В оставшийся Одиннадцатый И двенадцатый день Он бросает В каждые Три столба Это очень вкратце Очень бегло Последний день Паломник Либо же может На двенадцатый день Зульхиджа Бросит камни И покинут хадж Либо же он может Остаться До тринадцатого дня Таким образом Хадж Завершается И вот Паломник совершил Умру И хадж Принеся Жертву Теперь Аллах Субхану Уталу Упоминает Ваяти Исключение Аллах Говорит Я упомяну сейчас Первое исключение Так как мы Ограничены Времени Аллах Говорит А если вас Задержат То есть по какой-то причине Вы вошли в состояние Храма Но до хаджа То есть до мекки Не добрались Вас поймали Вас взяли Плен Вас арестовали Вам запретили Добираться Туда По какой-то причине Человек Вошедший В состояние Храма Он не имеет Права Просто так Войти В состояние Храма Аллах Субхан Говорит Тогда Если вы Вошли В состояние И вас Вам запретили То есть Вам не дали Его совершить Как случилось С посланником Аллаха Саваллаху Алихи Ассалям Когда он Направлялся С верующими Совершить Паломничество Многобожники Ему не дали Они Сказали На следующий Вод Но посланник Аллах Саваллах И уже Верующие Вошли В состояние Храма Что делать И Аллах Субхан Говорит То есть Следует Верующему Выйти Из состояния Храма Потому что Он уже Не может Саишит Хадж И Как кафара Возмещение Он режет Жертвенное Животное Он приносит Курбан Барана Раздает Мясо И таким Образом Он искупил То что Он Таким Образом Вышел Из Состояния Храма Аллах Говорит И не Брейте Ваши Головы До тех Пор Пока Вы Не Зарежете Жертвенное Животное И И Поэтому Таким Образом Посланник Аллах Поступил Когда Он Повелел Верующим Брить голову Они Мешкались Пока Он Сам Этого Не Сделал А Затем Верующие Последовали Ему На этом Я хочу Чтобы Вы Сфокусировались Запомнили То есть Этот Важный Момент И На Следующем Уроке Мы Обязательно И Продолжим Подведем Итог Сегодняшнего Урока Сделаем Небольшой Вывод Это Важность Хаджа Это Его Хукам Для Кого Он Обязательно И Какие Условия Есть Какие Виды Хаджа Как Совершается Хадж И Как Совершается Умр И Положение Когда Верующий Вошел В состояние Храма И Не Смог Совершить Хадж Или Умр Как Ему Поступать На Следующем На Следующий Урок Мы Подробнее Постараемся Разобрать Этот Аят Не Будем Отвлекаться Достоинства Хаджа И Тому Падал Продолжение следует